Ну так кто тебе мешает? Возьми пару пунжи и почеши. Если найду, я их лучше тебе в задницу воткну, док. Вот тогда и повеселимся. Хотел бы я на это посмотреть. Продолжаем идти. Скоро уже деревня. Есть, Трункси. Продолжаем прохождение десятой миссии Вьетконга. Впереди пускай идёт проводник. Как чувак, который предупреждает о ловушках и принимает на себя первые пули. Не буду я рисковать. У меня в руках почему-то ППС. Хотя я помню, что в прошлой серии я был с М-16. Ну, в принципе, не суть важна. Сейчас возьмём оружие получше. Хотя и ППС, конечно, очень крутая пушка. Здесь растяжка очередная. Обезвреживаем. Очень аккуратно. Осторожней с ловушками. Ага. Зацепишь эту дрянь и можешь попрощаться с нами. Трогаемся. Ловушка обезврежена. Ты ведёшь. Правильно, Трункси. Думай, Вьетконга впереди, командир. Так, Вьетконга впереди. Это значит, что я должен сам с ними разобраться, потому что они отказываются идти дальше. Какой живучий пидорас. Так, все в атаку? Или что? Атаковать некого. Тогда все за мной. Тогда продолжаем двигаться, как шли. Двигаемся к деревне. Есть, Трункси. Ребята зашевелили задницами, и мы начинаем. Ловушка. Ещё одна, что ли? Господи. Сколько же здесь... Не стрелять! Уложил одного. Сколько же здесь ловушек? Вот ещё одна. Растяжечка. Мне здесь и не нравится. Да уж, паршивое местечко. Отель 6. Я Шип-1. Находимся примерно в километре к югу от точки Макрель. Только что подстрелили пару... Остальные, похоже, разбежались. Приём. Шип-1. Я 6. Постарайтесь добраться до цели максимально быстро. Вокруг деревни сконцентрировались Чарли. Это добром не кончится. Шестой, я первый. Вас понял. Конец связи. Трогаемся. Ловушка обезврежена. Ты ведёшь. Сылу, Союз. Слушайтесь, он. Вот, пожалуйста, калаш. Берём калашников. Это намного лучше, чем ППС. ППС – это охрененное оружие, но всё-таки для Второй мировой войны. Но калашников – это всё-таки оружие совершенно уже следующего поколения. Поэтому, конечно, при всех заслугах ППШ, ППС, АК-47 – это уже... Это как пятое поколение в самолётах сейчас. Был на тот момент. Да и сейчас, в принципе. Это как... Как если брать авиацию, то сейчас АК-47 – это как четвёртое поколение до сих пор. Опа-на. Я кунговцев заметил раньше... Раньше, чем заметили мой боссов, что, кстати, и редко бывало. Я кунговцев заметил раньше. Как они шустро бегают, а? Как они шустро бегают? Сдохни. Его достанут и без моего участия. По-моему, этот парень попал. Всё, да, он действительно попал. Ну и парни вообще молодцы. Чем мне нравится эта игра? То, что на фото под управлением компьютером можно положить. Они выглядят очень-очень здраво, очень эффективно. Немного игр, даже по нынешним временам. Хотя, если честно, я не играю в современные игры. Не знаю. Не знаю, как в современных происходит, но... В те игры, которые я играю, то есть старые. Искусный слег здесь просто на высоте. Так, кто-то из конговцев прямо взаду меня. Вот его надо убирать однозначно, потому что... Смужанчики... Как это свой. Всё, здесь зачистили. Чего происходит? Честно говоря, на самом деле... Я здесь как лох, потому что... Всё решили за меня уже мои парни. Пока я бегал и делал вид, что принимаю в этом участие... Всё, что нужно, сделали мои ребята. Двигаемся к деревне. Так точно, Трункси. Чего я бегал туда-сюда? Я хоть одного-то подстрелил. По-моему, я одного только въятконковца подстрелил. А ещё... Человек пять-шесть подстрелили мои напарники. То бишь, искусственный интеллект. Угу. Ну, Худ заметил ещё кого-то. И говорит, что... Говорит, что... Это должен сделать я. Я это сделал? Продолжаем движение. Как коршун и падаль мы облепили этого несчастного. Двигаемся к деревне. Понял, Трункси. Вот. Двигаемся к деревне. Двигаемся к деревне. Живу, союзцы! Злые северо-вьетнамские солдаты убили несчастных горцев. Я хочу доложить обстановку. Поймал чистоту.